Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умабук.ру. Один вопрос пришел. Один вопрос, он как раз в эту тему подростков. Это очень сложный период подростковый. Иногда, то есть, я думаю, что и мне, и моим детям повезло. То есть, я не деспотичный папа, а так стараюсь. Нет такого, что какое-то там чего-то там как-то. Нет обычный человек вместе с вами. Но, может быть, больше опыта. Вопрос один пришел. Это распространенная проблема, поэтому его озвучу отдельной темой. Шамиль Рифатович, как дети ничего не должны родителям? Там, видно, какой-то ролик был в Телеграме о том, что дети… То есть, я всегда детям говорю, мне вы ничего не должны. Чтобы они этим не отягощались, у них своя жизнь, у них свои планы, свои цели. Вопрос женитьбы, замужество, духовные, интеллектуальные, профессиональные и так далее. Не надо. Я против привязанности к родителям, потому что сам видел взрослых 30-40+, после смерти родителей – это беспомощные детки. Родители их не подготовили к своей смерти. К сожалению, пока человек с этим не столкнется, многие этого не понимают. Ладно. Это один момент. Дальше говорится другой. Я не имею в виду материально, а уважение, говорит родитель. У нас с супругой шестеро, если кто не знает. Что такое? Дети я знаю. С одним человеком говорил недавно. Я говорю, вот так, вот так. Я говорю, у вас есть дети? Он говорит, нет. Ну, я говорю, хорошо. Вы знаете это в теории, я знаю это в практике. То есть в практике это намного сложнее. И вот здесь человек спрашивает у меня, а уважение? Они разве не обязаны уважать родителей? Дальше идет. У меня, например, дочь-подросток. Дочь-подросток. У мальчиков-подростков крышу сносит. Это я добавляю, да. Гормональное развитие. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет. Даже если вы его вместе с собой будете водить на траве, он будет с вами намаз читать и так далее. Что в интернете, что в его телефоне. Вы не можете контролировать. Я не рекомендую контролировать. Лучше личный раз вообще забрать этот телефон. Какое окружение в школе? Какое окружение в каком-то летнем лагере? Да, вы отправите, мы тоже. Всю жизнь, мы как родители, всю жизнь делаем все. Школа, мадресе, встречи, круг общения, летние лагеря, умра. То есть постоянно окружение мусульмане. Окружение религиозное. Постоянно, но все равно ты не можешь, как я сказал. То есть разное. И это непросто. И по каждой ситуации ты должен ребенку не сказать, папа сказал или мама сказала, уважать должен. Он убежит из дома, ребенок. Его всему научит школа и интернет. Уважать – это непросто уважать за то, что ты родитель. Ты не Бог, чтобы тебя бояться. Ты человек. И добавлю, ты должен заслужить уважение. Просто то, что ты родитель этого ребенка, это еще не причина тебя уважать. Я знаю аяты, я знаю хадисы. Я за то, что нужно родителей уважать, старших уважать. Это само собой. Но сейчас я говорю с другой стороны. Как сам отец шестерых детей. Что мы, родители, должны заслужить это уважение. Если отец ругается матом дома, отец курит, отец пьет, он заслуживает уважения. Но я в таких случаях говорю, вы не имеете права грубить отцу. Вы не имеете права оскорблять своего отца. Вы не имеете права унижать своего отца. Он ваш отец, и этого достаточно для того, чтобы его уважать. Я так скажу ребенку. Но родителю я скажу чуть другое. Что ты должен быть хорошим родителем. Чтобы тебя уважали. Да, этот человек, который меня спросил, ну, женщина, по-моему. У меня, например, дочь-подросток начала грубить мне, вести себя неуважительно. Дочь-подросток. Опять же, как родитель говорю. Три года, четыре года, пять лет. Вот пятилетний, младший. Сколько он всяких грубостей скажет. Сколько он как себя там по-разному поведет. И что, я должен его там задавить в нем личность. Ты там это, то, другое. Нет, я должен объяснять ему тысячи раз, что это плохое слово. Это плохое вот это, это плохое вот это. Я скажу, надо уважать маму. Мама скажет, надо уважать папу. Да, то есть, ну, в то же время ребенок, ребенок, он просто реагирует на то или иное. Подросток. Подросток – это гормональное развитие во всем организме. Это половое созревание, это гормональное развитие, это действие интернета, действие окружения. Он вообще теряется в своих эмоциях. Он проявляет эмоции где-то, грубо скажет, еще что-то. Если вы изначально с трех, с пяти лет не заложили, потому что Всевышний меня миловал, ни один из моих детей никогда мне грубо ничего не говорил. Но им это объяснялось с трех, с четырех, с пяти лет с точки зрения уважения и образца уважения. Нет причин что-то плохое мне сказать. Я их несу. Возможно, эта женщина тоже не создавала таких причин, но она требует от девушки-подростка уважения к маме. Требует. Но девушек-подросток еще с учетом гормональных всех изменений, изменчивости у подростков, настроений, с учетом того, что кто-то ей сказал, что у него не такое платье, или не такой нос, или не такие уши в школе, с учетом еще что-то, чего-то, подросток вообще он весь потерян. Поэтому же подростки современные, они на один шаг от антидепрессантов, они один шаг от легких или тяжелых наркотиков, они на один шаг от плохой компании, один шаг. У них и так их качает во все стороны. И если еще при этом вот качает этот корабль, шторм качает во все стороны, и тут еще мамаша подходит, огромный такой кит, и как своим хвостом даст по этому кораблю, ты обязана уважать меня по Курану, еще прикроется при этом Кураном. Все, этот корабль может рассыпаться на кусочки. Это очень тонкая материя подросткового мозга, эмоционального состояния. Поэтому здесь это очень тонкий материал. Очень тонкий. Мы должны подталкивать. Да. Мы должны рано поднимать. Да. То есть в каких-то ситуациях я пожестче. То есть пример и пожестче. Да. Не будет так уси-пуси вот так постоянно. У ребенка никогда. Ему нужно постоянно в какие-то сложные ситуации ставить, чтобы сам решил. Не жалеть в этом, не жалеть в том. Ну, насколько можешь подстраховывать, помогать, быть плечом рядом. Но каждый из вас родители, я думаю, у каждого из вас есть. То, что мы постоянно отдаем Всевышнему наших детей. С внутренней глубокой молитвой. То, что мы не можем все контролировать, тем более в век интернета. В шаговой доступности всего пагубного, аморального, низкого, подлого. И в том числе запретного, наркотического и так далее. Мы не можем все гарантировать. Поэтому мы у него, он всесилен, мы у него просим. Наша слабость переходит туда. Наша слабость перед поведением подростка не переходит в крик на него или на нее, на этого подростка. Это неуместно. Она даже не понимает этот подросток. Но мы сколько можем нанести вреда этому подростку. И только потом, через 30-40 лет, этот подросток годами, я сам консультирую людей, которые потом годами ходят психологом, психотерапевтом, лечат свои детские травмы. И вот такие мамаши, которые ты обязана уважать или обязан меня уважать, нанесли эти травмы. Вроде как обоснованно, но не задумывайся о последствиях. Здесь дальше идет. А если вот там ребенок, говоришь ему, вот грязь, вымой, уберись. Опять же, как многодетный папа, я знаю, что это такое. Дежурство на кухне, вымыть посуду. Ребенок должен помыть полы и так далее. Но здесь есть эта тонкая грань. Если ты начнешь урокоприкладства, то ты можешь сломать личность. Ты же сильнее. Сломать личность в ребенке. Это очень тонкая материя. Подталкивать – быть рядом. Подталкивать – помогать. Тонкая материя. И потом потихонечку мы выводим ребенка в самостоятельную жизнь. Это годы. Префронтальная кора головного мозга формируется до скольки лет? Двадцати пяти. Именно эта часть мозга отвечает за последствия, за анализ происходящего. То есть ее дочь-подросток не может анализировать свои действия с точки зрения последствий. Это мы, родители, должны говорить. Последствия земные вот такие. Последствия вечные вот такие. Здесь такая опасность. Тут такая опасность. Пожалуйста, здесь внимательно. Помой посуду. Это мелочь, но эта маленькая дисциплина поможет тебе очень многого добиться в жизни. Потому что ты дисциплинирован, но без перфекционизма. Поэтому здесь говорит, вот лишить карманных денег не пугает уже. То есть ребенку уже говорят, у тебя не будет карманных денег. У тебя это не будет. То есть ребенок, он беспомощен. Даже подросток. Это он кажется, что такой большой. Она уже подросток в свои 14-15 выросла. Но это еще ребенок. Ну лишишь ты этого, лишишь того. И что? И потом. Смотри, какой этаж. Да, или потом к наркологу. Спасибо.